В конце 2019-го мировое сообщество отметило 30-летие Конвенции о правах ребенка. Эта дата еще одно напоминание о том, что дети и их права и развитие приоритет для каждого. А еще хороший повод, к примеру, сегодня поговорить о безопасности, равных возможностях и творческом росте. В интересах детей сегодня эта главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Начальник отдела главного управления образования Гомельского обл.исполкома Елена Клочкова. Елена Ивановна, добрый день. Несполагайте. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского обл.исполкома Евгений Миткевич. Здравствуйте, Евгений Миткевич. Добрый день. Старший координатор программ детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Белоруссии Виктория Лазюк. Виктория Анатольевна, спасибо, что приехала. Здравствуйте. Здравствуйте. А также главный педиатр Гомельской области Татьяна Великанова. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Располагайтесь. Итак, конвенции о правах ребенка 30 лет. Виктория Анатольевна, буквально тезисно, какие функции в современной Белоруссии выполняет этот документ сегодня? Конвенция о правах ребенка – это правовой международный документ, который определяет права детей в государствах участников. Конвенция о правах ребенка, она была принята в 1989 году, и надо отметить, что Республика Беларусь одной из первых подписала этот документ и ратифицировала этот документ в 1990 году. И, соответственно, взяла на себя обязательства для того, чтобы обеспечить условия для реализации прав детей в Республике Беларусь. И это, конечно, право на и лучшее начало жизни, и на здоровье, и на образование, и на реализацию их полного потенциала. С нами в студии наши молодые активные подростки. И мне очень хочется, чтобы мы раздали сейчас им конвенцию о правах ребенка, если возможно, да, и нашего символа ЮНИСЕФ «Зайчика Юни-Юни». К разговору в студии спешит присоединиться директор Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи Светлана Якименко. Здравствуйте. Светлана Викторовна, располагайтесь. Сегодня, как и много десятилетий назад, как понимаю, задача коллектива дворца творчества – работа с одаренными и активными ребятами. Все верно? Да, наверное, верно. Но, знаете, уже более 80 лет дворец под своими сводами собрал, наверное, самых заинтересованных ребят, те, которые горят интересом, которые горят желанием и, самое главное, целью. И не обязательно знать педагогу, кто к нему пришел на занятия в помещение – одаренный, либо неодаренный ребенок. Ведь самое главное, что его к нам привело желание. Но, как показывает практика, сейчас более, наверное, востребованные все-таки кружки – это социально-педагогическая направленность. То есть те, которые подразумевают собой воспитание социально-активной личности. Речь, как понимаю, не только о деятельности педагогов, активной деятельности талантливых педагогов, но еще и о мероприятиях, где равное обучает равного. Это все-таки по-прежнему достаточно эффективный метод. Безусловно. Наверное, когда ребенок своему ровеснику объясняет прописные истины, это, наверное, более удобно и доходчиво, и просто понимается сверстником. Вообще на базе дворца проходит очень много мероприятий, многие из которых имеют статус республиканских и международных, конечно, уровней. Одно из самого интересного, если говорить про активную молодежь, это форум лидеров, который уже в этом году прошел десятый раз и собрал 125 детей. Ребята погрузились в мероприятия образовательного характера, разрабатывали проекты из 17 целей устойчивого развития. И на базе дворца работают клубы. Лидер клубы ЮНЕСКО «Дружба», студия журналистики. И вот программа этих клубов и также мероприятия образовательные, направленные на работу с юными лидерами, они подразумевают под собой воспитание тренера равного обучения. И, конечно, на вышеперечисленных мероприятиях ребята пробуют себя в роли тренера и информационной грамотности, и здорового образа жизни, и экологии. То есть совершенно разные темы, те, которые сегодня интересны нашей молодежи. Знаю, что около года назад в Дворце творчества появился ресурсный центр молодежных инициатив «Ступени». Какие задачи «Ступенька за ступенькой» помогает решать этот проект? Да, действительно, в начале декабря 2018 года, благодаря поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь, в нашем Дворце появился такой прекрасный центр «Ступени». Для нас, взрослых, вы знаете, это стало своеобразным вызовом. Для того, чтобы держать марку по поддержке юных наших лидеров, они нам задают тон, и идеи, которые они сегодня культивируют, и желание их практической реализации нас просто поражает. И вообще это такое уникальное помещение, даже не могу сказать, оно настолько живое, как отдельный организм. В Дворце совершенно верно, можно и так сказать. Потому что даже на этапе создания дети сами участвовали в разработке проекта, дизайна. И то, что они хотели видеть в этом помещении, мы попытались совместными усилиями это реализовать. И действительно, дети и подростки хотят быть услышанными. Вот и сейчас мне подсказывают, есть мнение из зала. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Хрущева Дарья. На самом деле очень важно, чтобы каждый ребенок мог высказать свое мнение, и это мнение было услышано. Эта мысль отражена в Конвенции о правах ребенка в 12-й статье в Беларуси. Конвенция о правах ребенка была ратифицирована в 1990 году. Это ты сейчас успела посмотреть из подарка, который подарили представители в ЮНИСЕФ? Нет, я это заранее знала. Недавно я с ребятами из Беларуси, благодаря ЮНИСЕФ, приняла участие в мероприятии в Женеве, в котором мы смогли рассказать о молодежных парламентах, которые работают в нашей стране, о молодежных проектах, которые мы реализовали в нашей Гомельской области. На мероприятии в Женеве нам была предоставлена возможность пообщаться, обменяться мнениями и мыслями с европейскими дипломатами, политиками, общественными деятелями. И спасибо большое за такую предоставленную возможность. Даша, то, что современная молодежь мыслит масштабно, это понятно. Скажи, вот когда ехала в Женеву, на такое серьезное мероприятие к взрослым людям из разных стран мира, как побороло волнение? Когда мы зашли просто в это помещение, волнение сняло как рукой, потому что настолько было просто общаться, настолько было приятно, что наши мнения, наши идеи могут быть услышаны, дальше реализованы. Добрый день, меня зовут Евгений, и я хотел бы рассказать, почему же мне нравится участвовать в различных проектах. В первую очередь это потому, что есть шанс познакомиться с новыми интересными людьми. Это новые эмоции, это безумные воспоминания о этих событиях. Также хотелось бы рассказать о нашем проекте. Он называется «Славянские гульни». В нем мы поделились на четыре команды и продвигали белорусскую культуру. То есть у нас были темы такие, как музыка и различные культурные направления Беларуси. Мы должны были работать на эти темы. Добрый день, меня зовут Олешникова Алина, и я являюсь председателем Гомельского городского детского парламента. Я бы сейчас хотела рассказать о нашей деятельности. Главной задачей нашего парламента является представление интересов детей и молодежи города Гомеля на более высоком уровне. Проект, который сейчас поддержал наш парламент, это «Внуки по переписке». Его суть заключается в том, что дети, воспитанники детских домов пишут письма людям, жителям интернатов и ветеранам, которые одиноки, и также получают обратную связь. Эта обратная связь дает нам знать о том, что наша работа проделана не зря, и то, что мы двигаемся в правильном направлении. Вы действительно движетесь в правильном направлении. Спасибо за активность. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Латкин, и я являюсь волонтером МиниСЭФ. Это сподвигло меня на участие в различных проектах. Например, у нас в Гомельском государственном машиностроительном колледже проходит проект «Театр тишины». В нашем колледже учатся глухонемые ребята, и мы с ними учимся танцевать, ставим театры и участвуем в различных мероприятиях. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Ивановна, подключайтесь к разговору. Судя по размышлениям ребят и информации выше, в регионе действительно многое делается для поддержки активной молодежи. Сегодня деятельность молодежных парламентов, детского движения, достаточно актуальна. Мы слышали представителя городского молодежного парламента. В Гомельской области благодаря проекту «Город дружественных детям» действуют еще три таких парламента. В городе Светлогорске, в городе Мозыре и в Добрушском районе. Также двое учащихся в учреждении общего среднего образования ходят в состав областного молодежного совета. В целом в нашей республике и в Гомельской области много возможностей для наших ребят, чтобы проявить себя в образовательной деятельности. Это олимпиадное движение, в творческих конкурсах, ну и, конечно же, в спорте. Взрослые создают, безусловно, условия для развития талантов, но я так понимаю, что активные ребята и взрослых поторапливают в этом движении. Активная лидерская позиция, активная социальная позиция. Такие ребята не дадут дремать никому. Детские лагеря, партнерские проекты школ России, Беларуси, фестивали, конкурсы, список можно долго продолжать. С одной стороны, хорошо выстроен и воспитательный процесс и уверен для ребят активное времяпрепровождение. Ну а что, если смотреть шире, в чем перспективность той самой детской дипломатии, если говорить о международных проектах? Благодаря детской дипломатии можно забыть о любых границах, о любых распрях и недопонимании. В Гомельской области многое делается для развития детской дипломатии, для международного общения ребят. Всем известен проект, так называемый Крыничка, Рогачевский район. Этот проект уже живет 27 лет. Ежегодно на территории озера Доброе, недаром такое хорошее теплое название этого места, собираются ребята из трех дружественных республик – Россия, Беларусь и Украина. Например, вот буквально в этом году мне посчастливилось присутствовать в момент проведения одной из смен, и было очень приятно пообщаться с ребятами из трех братских республик, посмотреть, как они себя там чувствуют, как ведут, какие интересные проекты, идеи реализуют. Потрясающе, что дети забывают, кто они, откуда они все живут вот на территории этой Крынички, одним духом, одной идеей, извините, и кушают с одного котелка. Юнисеф в Беларуси поддержал создание 48 центров дружественных подростков. Татьяна Николаевна, расскажите о тех, которые появились здесь, в Гомельской области. Да, на сегодняшний день в Гомельской области функционирует 6 центров дружественных подростков, два из которых работают в городе Гомель, на базе Центральной городской детской клинической поликлиники, также в четырех районных центрах Гомельской области, в Светлогорске, в Жлобине, в Речице и в Рогачеве. В 2020 году мы планируем открытие еще одного центра в Калинковическом районе. Чтобы было понятно зрителям, с какими проблемами ребята, иногда ребята и их родители могут прийти к специалистам? Перечень этих проблем, на самом деле, очень большой, и трудно перечислить их все, потому что каждый день – это что-то новое, на самом деле, и очень радует то, что дети приходят повторно. Возникают различного рода вопросы. Это и вопросы здорового образа жизни, это и трудности в общении со сверстниками, это сложности в отношениях с родителями, это первая любовь и ее трудности, это также вопросы профилактики инфекций, передающихся половым путем, это вопросы навыков безопасного сексуального поведения, методов контрацепции, то есть все то, что волнует ребят. Действительно полезные вещи. Но вот скептики могут сказать, Виктория Анатольевна, что, по сути, это то, с чем можно прийти и в обычную поликлинику, в чем отличие? Мне бы хотелось, чтобы в обычную поликлинику приходили с теми же проблемами, чтобы услуги оказывались тоже дружественны. И не во всех странах мира на самом деле есть такие центры. Для нас это один тоже из таких уникальных опытов, которые у нас 48 центров по стране. И самое главное о том, что эти центры, они формируют, наверное, такое вот доверие, доброжелательность, оказывают услуги конфиденциальные. И они основаны на том, что подростки обращаются туда добровольно. То есть им нет никакой обязательно прийти с какой-то именно заболеванием и тогда уже начинать обсуждать какие-то вопросы. Здесь центры работают в основном, конечно, на профилактику. И желательно, чтобы подростки обращались туда за информацией, за какими-то советами, которые бы могли им дать квалифицированные специалисты. Ну а если у них есть проблемы, то, конечно же, им тоже помогут в этих центрах. Действительно доброе дело. А ребята в школах знают о том, куда нужно идти и почему нужно идти и не бояться? Татьяна Николаевна. Безусловно. Информация о работе центров, о том, какие возможности предоставляют центры, размещена в первую очередь на сайтах учреждений здравоохранения и, конечно, в учреждениях образования в том числе. Плюс, конечно же, сотрудники центров выходят в учреждения образования, как общего среднего образования, так и в среднеспециальные учреждения образования, где они рассказывают о своих центрах и в том числе о том, какие возможности они могут предоставить. И еще один хороший пример в тему. В этой студии мы уже несколько раз рассказывали об уникальном масштабах страны, модельном центре безопасности жизнедеятельности, который сравнительно недавно открылся в Гомеле. Как этот проект помогает эффективно работать с такой проблемой, как детский домашний травматизм? Да, к сожалению, очень многие родители недооценивают опасности в быту. И об этом говорит статистика в первую очередь. Только за 9 месяцев этого года за медицинской помощью обратилось с ожогами различной степени тяжести более 300 детей, более 50 случаев отравления лекарственными средствами, средствами бытовой химии. Это все отражает действительность, отражает то, что наши родители зачастую не насторожены об опасностях, которые подстерегают их детей в быту. А это чашка кипятка? А это ставленные таблетки на столе? Таблетки на столе. Это доступ ребенка к шкафчику, в котором хранятся бытовая химия и различные опасные предметы, как острорежущие, ножницы. Предметы бытовые совершенно для нас, казалось бы, банальные, но для ребенка они могут представлять вот такую опасность. И, конечно, центр, который организован и функционирует на базе 4-го филиала детской поликлиники города Гомель, его работа направлена в первую очередь на обучение молодых родителей, безусловно. И центр очень тесно работает в этом направлении с женскими консультациями для того, чтобы каждый родитель молодой, каждая женщина, вставшая на учет по беременности, была направлена на обучение в этом центре. Сам центр представляет собой, скажем так, это небольшое помещение, в котором четко обозначены определенные опасные зоны, как квартиры, так и автомобиля, что позволяет родителям наглядно удостовериться в том, какие опасности существуют, и обратить на эти опасности внимание в собственном жилье. А задача и представителей госуправления и общественников создания общества равных возможностей. Когда здесь, в Беларуси, в регионах мы сможем говорить о полной инклюзии? Ну, наверное, это как бы такой поступательный процесс, и никогда не будет такого, что вот мы скажем, что полная инклюзия наступила. Все равно будут какие-то формы, методы и услуги, которые будут оказываться, которые будут требовать дальнейшего усовершенствования. Но, наверное, надо отметить, и это очень важно и очень значимо, что Республика Беларусь взяла на себя такие обязательства с принятием Конвенции о правах инвалидности, и она поступательно идет в этом направлении. И еще одно мнение в тему разговора ждем в студии на Пушкина 8 заведующего Гомельским центром инклюзивной культуры Кирилла Курдюмова. Кирилл, добрый день, располагайтесь. Кирилл, а как бы вы оценили шаги гомельчан к построению инклюзивного общества, общества равных возможностей? Эта тема очень актуальна на сегодняшний день, она очень важна для каждого, как для взрослых, так и для детей, связанных с инвалидностью и людей здоровых. Почему я говорю об этом? Сегодня у нас открылся центр инклюзивной культуры, которая работает с людьми от 3 лет и 50+. Это тоже можно отнести к инклюзии, и на сегодняшний день это творчество, которое они радуют, дарят, оно является очень важным, интересным для публики. Что касается инклюзии в целом в городе, она действительно стала заметно развиваться. Это касается таких безбарьерных, безбарьерной среды, как пандус, да, и других необходимых ресурсов для того, чтобы люди могли общаться друг с другом, коммуницировать, но и прочее. Допустим, вот сейчас мы видим на экране вашего главной темы выставку одного из художников, который работает в Центре инклюзивной культуры, Покатил Александр, это его работа, и он обучает детей с нарушением слуха. Пользуется большой популярностью у деток. Другими словами, Центр инклюзивной культуры в Гомеле сегодня это площадка для развития творческого потенциала, да и просто, как понимаю, общения тех, кто этого желает. Центр появился в регионе... В 2017 году, да. ...несколько лет назад. Давайте вспоминать, что подтолкнуло к созданию... Прежде всего спрос, потому что действительно до этого у нас был Центр ДК «Глухих», который работал с людьми с инвалидностью по слуху, да, и были другие территориальные центры по работе с инвалидами. Но сегодня мы объединяем под своими сводами, в своих стенах и концертных площадках людей и с нарушением зрения, и детей-аутистов. Допустим, вот буквально на днях состоялся спектакль, который был полностью создан с помощью детей-аутистов. Они писали сценарии, они создавали сценографию и прочее. Знаю, что среди участников ваших проектов и полностью здоровые гомельчане, и это тоже плюс, это тоже помогает социализация. Да, это основной момент, когда мы позволяем людям общаться друг с другом, поддерживать друг друга и находить понимание. Если мы говорим о детках, то с этого возраста они понимают, что в инвалидности и человек, являющийся инвалидом той или иной области, по слуху, по зрению, это не проблема, это просто небольшое препятствие в общении, в коммуникации. Но когда они находятся рядом с друг другом, они помогают друг другу, позволяют ему раскрепоститься, обрести уверенность в обществе. В интересах детей. Более века в регионе работают комиссии по делам несовершеннолетних. Евгений Геннадьевич, с какими опасностями жизнедеятельности сегодня чаще всего приходится сталкиваться, но, конечно, бороться. Но главная опасность, которая предостерегает детей, это безразличие взрослых. Это то, что родители зачастую не выполняют свои обязанности. Ну, а также та опасность, которая кроется на улицах, это опасность, которая может исходить от других граждан. Мы говорим здесь о сексуальном, психологическом, физическом насилии в отношении несовершеннолетних. Ну, и также мы говорим о том, что родители, не выполняя свои обязанности, тем самым ограничивают каким-то образом права, которые даны ребенку. Последние случаи, которые имели такое резонансное звучание, это падение несовершеннолетних из окон многоэтажных домов, когда дети, оставшись одни, без присмотра, воспользовались этим и совершили шаг, но шаг они совершили не через порог дома, а совершили через оконную раму. Вот именно эти случаи, когда дети выпадают из окон, хотя взрослые могли бы предупредить это, это дорожно-транспортное происшествие, когда зачастую дети, являясь пассажирами, по вине взрослых попадают в дорожно-транспортное происшествие, к счастью, когда они только получают легкие травмы, но бывает так, что дети гибнут, и такие примеры есть у нас в области, когда ребенок погиб, являясь пассажиром в транспортном средстве. Как понимаю, наиболее кризисными являются большие промежутки свободного времени. Я говорю сейчас про каникулы. Или все-таки нет? Ну, вы знаете, что мы вот постоянно рассматриваем эти вопросы, в какое время, когда происходят какие-то несчастные случаи с подростками, с несовершеннолетними, и приходим к тому, что большая опасность, наверное, их подстерегает не в каникулярный период. Почему? Потому что в каникулярный период дети стараются находиться дома, или они заняты каким-то полезным делом. Это экскурсии, это посещение секций, посещение различных культурно-массовых мероприятий. А вот именно травматизм наибольший происходит дома. К сожалению, в последнее время тоже вычислили такие случаи. Это когда дети получают травму, черепно-мозговая травма, в результате падения с высоты собственного роста. Есть такие примеры. Также падение с дивана, падение, я уже не говорю, двухъярусной, кровати, или когда ребенок находится на улице, на детской площадке. Вот есть такие моменты. То есть, с одной стороны, необходимо большее внимание родителей, с другой стороны, задача всех субъектов профилактики по-доброму нагрузить подростков для того, чтобы таким образом немножко отвести от опасного. Лена Ивановна. Даже, может быть, не столько нагрузить, сколько заинтересовать, вовлечь, помочь, подсказать. Последние годы увеличивается количество различных пришкольных лагерей, девятидневных лагерей. Максимально организовывается занятость как в летний период времени, так и весенние, осенние, зимние каникулы. Педагогические коллективы стараются максимально привлечь, увлечь, занять, заинтересовать ребят. С одной стороны, это очень хорошо, но с другой стороны, как кажется, ведь ребятам иногда нужно общаться и со своими родителями. И, может быть, более полезно было бы с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой посетить театр, сходить вместе в кино, просто поболтать дома на кухне. В период, когда они вместе пекут пирог, поинтересоваться, каковы его дела, какие успехи, с кем он дружит, что ему сегодня нравится, какие фильмы он смотрит, какие игры ему сегодня нравятся, это будет гораздо полезнее, интереснее. И, может быть, родители, взрослые, люди больше внимания будут обращать на своих ребят. Жизненная суета, а еще подростковый возраст, не самый простой период, с какими психологическими трудностями в этот отрезок времени сталкивается растущий организм? Надо понимать, что подростковый возраст — это тот возраст, когда организм ребёнка претерпевает достаточно существенные изменения, функциональные и физиологические. Конечно, в этот период трудно не только самому ребёнку, но и тем, кто окружает ребёнка. Почему? Потому что, конечно, в это время как раз-таки и формируется самоосознание ребёнка в социуме, его отношение к окружающим, его отношение к противоположному полу, его отношение со сверстниками. И, конечно, в этот период дети становятся очень чувствительными, и поэтому необходимо, чтобы рядом были чуткие люди, близкие в первую очередь, конечно. И всё-таки здесь очень тонкая грань, как мне кажется. С одной стороны, своим вниманием родитель не должен перегрузить, своим контролем перегрузить, а с другой стороны, пустить всё на самотёк тоже и отдать право выбора улице, это ошибочно. Как быть? Безусловно. В этом случае внимание, конечно, быть должно, но оно должно быть не навязчивым, не деспотичным. В первую очередь, это проявление заботы. Ребёнок должен понимать и необходимо озвучивать ребёнку, что он не один со своими проблемами. И если с ним что-то случилось, у него есть какие-то трудности, будь то общение со сверстниками, будь то трудности с учёбой, он может прийти и поделиться с родителями этими проблемами, либо почерпнуть информацию или помощь получить от других лиц, в том числе и в центрах дружеских подростков. Продолжение темы. Ещё одно экспертное мнение. В студии старший инспектор по особым поручениям УВД Гомельского обл. исполкома Сергей Патерухин. Сергей Олегович, располагайтесь. Сергей Олегович, как по-вашему, откуда ноги растут у подростковой преступности? Отвечая на ваш вопрос, хотел бы сказать, что ноги, скорее всего, растут из семьи. Значит, семья — это, в первую очередь, родители. Если в семье что-то не так, если отсутствует диалог между родителем и ребёнком, если есть какие-то другие проблемы, если есть отсутствие информации о том, где находится ребёнок, чем он занимается, с кем он занимается, чем-то, да, то, соответственно, у ребёнка возникает иллюзия о том, что он может позволить себе что-то такое, что о чём, как он думает, никто не узнает. Соответственно, попадает в компанию таких же людей, таких же детей с противоправным поведением, что и в первую очередь провоцирует на их на какие-то противоправные действия. То есть вы уверены, что всё идёт от семьи, а как же улицы, окружение в школе, к примеру? Да, отсутствие информированности. Если, конечно же, родитель будет знать о том, что ребёнок находится с такими же детьми, да, по возрасту, как и он, которые негативно на него влияют, соответственно же, он примет меры к тому, чтобы его ребёнок с такими людьми не общался. Правильно? Если он об этом не знает, соответственно, то он и мер никаких не принимает. Правильно? Чаще всего в зоне риска неблагополучная, малоимущая семья или всё-таки здесь не застрахован ни один житель многоэтажки, небольшого дома? Никто не застрахован. Но в первую очередь, конечно же, это семейное неблагополучие. Какие правонарушения, говоря про детскую преступность, наиболее актуальны сегодня для региона? Ну, если мы будем говорить об административных правонарушениях, то я хотел бы выделить правонарушения, связанные с употреблением алкогольных напитков. Если мы говорим о уголовно наказуемых деяниях, то в первую очередь хотел бы выделить преступления, связанные с хищением имущества. Это кражи, это угоны, и это преступления, связанные с хищением денежных средств путём использования компьютерных технологий. И речь идёт про детскую и подростковую преступность, а уже такие серьёзные преступления – это не единичное случая. Ну, это, конечно, не киберпреступность, да, но вместе с тем, что такие случаи имеют место быть, и на сегодняшний день их количество значительное. Как влиять на статистику, на ситуацию? Что, на Ваш взгляд, является сегодня по-настоящему эффективным методом профилактики? Ну, скажем так, панацеи у нас нет, все методы, они хороши. Хотел бы рассказать немножко о том, что мы делаем. Значит, первое, что мы делаем, это работаем с детьми в учреждениях образования. Не только с детьми, но и с их родителями, и в том числе и с педагогами. Это профмероприятия в рамках проводимых в учреждениях образования, да, сотрудниками органометных дел. Помимо этого, нами проводятся рейдовые мероприятия по местам наиболее максимальной концентрации подростков. Ну, мы их всех знаем, да, это торговые центры, это подъезды, это скверы, парки и тому подобное. И третий момент, это проведение профилактических мероприятий, связанных с занятий, то есть у подростков. Так, на сегодняшний день хотел бы отметить, что нами с 1 ноября организована совместно с Главным управлением образования профилактическая акция, называется она «Профилактика». В рамках нее сотрудники органов внутренних дел совместно с педагогами в шестой школьный день, то есть в субботу, когда, скажем так, подростки менее заняты, да, мы их собираем, организовываем их досуг, приглашаем в том числе и родителей. А иногда достаточно просто и об ответственности напомнить, и уже это хороший инструмент. Совершенно верно. То есть это комплекс мероприятий. Это не только спортивные мероприятия, это мероприятия, связанные с проведением круглых столов, с проведением выступлений, в рамках которых озвучиваются определенные моменты проблемы, и, соответственно, доводится та информация, которую на сегодняшний день нужно довести родителям, нужно довести детям, для того, чтобы они знали и могли сделать правильный выбор. Виктория Анатольевна, вот интересно, как вы относитесь к достаточно стереотипному, но распространенному термину «трудные дети»? Встречали таких? Нет, мы не встречали таких, потому что позиция ЮНИСЕФ очень четкая о том, что все дети равные, у всех детей есть права, и независимо от того, в какой бы они ситуации ни оказались, или это конфликт с законом, или совершение противоправного действия, или это какая-то трудная жизненная ситуация, они все равно остаются детьми, и относиться к ним надо как к детям. И сегодня у нас очень большая работа проводится и по развитию системы восстановительного правосудия в отношении детей, которые находятся в конфликте с законом. Это, конечно, и по реабилитации таких подростков, и введение альтернативных форм на заключение под стражу и наказания в отношении преступлений, которые совершаются несовершеннолетними. Но я, наверное, хочу высказаться еще в поддержку того, что очень большая роль во всем становлении ребенка в подростковом периоде – это, конечно, родители, их влияние, и то, насколько они могут помочь, насколько они находятся рядом с детьми. И по нашим исследованиям, конечно, родители говорят, мы не знаем, мы не задумывались. И когда уже происходит какая-то ситуация сложная жизненная, что-то с подростком, когда мы говорим, как клюнул жареный петух, тогда уже родители начинают, а почему, где, что, как. Это неправильно. Конечно, родители должны быть. И быть родительские клубы, и университеты, которые сейчас создаются, и должны родители иметь какие-то возможности обсудить в группах самовзаимопомощи о том, как работать с подростками, что их интересует, как они могут оказать. То есть и родителям нужно развиваться для своего успешного родительства и учиться нужно? Да, и не только родители. Самое главное, что сейчас в рамках этой страновой программы, которая работала ЮНИСЕФ, у нас был фокус, конечно, на родителей детей маленького, раннего возраста. Мы говорили о том, об ответственном родительстве, позитивном родительстве и развитии ребёнка до трёх лет, дошкольное воспитание. Сейчас мы уже переходим к тому пониманию и начинаем разрабатывать совместные программы для родителей именно подростков. Это и профилактика кризисных состояний, суицидального и противоправных действий. И надо сказать, что вот есть такой факт, который, в принципе, мы уже и обнародовали, что когда мы опросили подростков, то в 40% сигареты им покупали взрослые, несмотря на все наши законы. В 20% алкоголь подросткам, несовершеннолетним покупали взрослые. То есть это говорит о том, что общество, конечно, оно должно как бы работать и адресовать эти проблемы, ну и вот формировать это ответственное родительство. И уделять внимание, наверное, работе с родителями тоже одно из приоритетов. Очень сложно научить любить. Дети приходят в этот мир для того, чтобы быть счастливыми. Но кто, как ни родители, в первую очередь, должны быть заинтересованы в том, чтобы понять своего ребенка, в том, чтобы научиться его слышать. А это очень важно. Порой мы слушаем, но не слышим. Видим, но не замечаем. И в самое сложное жизненное время для ребенка мы не можем помочь, поддержать и быть с ним рядом. Быть другом, быть советчиком, подругой, кем угодно. Но не назидателем, не надзирателем, не контролером, а быть практически партнером. А это очень сложно. Поддержу коллегу. Не будем говорить о том, что трудные дети, трудные родители. Говорит такое слово безответственно родители, а не обидеться. Почему? Потому что, вы знаете, некоторые есть родители, которые пьют, не смотрят детей. Но когда вопрос касается о том, что вмешиваться начинают государственные органы, а когда начинает действовать постановление 22-й Совета Министров Республики Беларусь, а когда мы начинаем применять нормы декрета президента Республики Беларусь номер 18, вы знаете, как они любят своих детей? Поэтому делается много. То есть иногда нужна легкая пощечина? Вы знаете, что даже иногда бывает достаточно сделать шаг по применению декрета президента Республики Беларусь номер 18, но люди, граждане, родители не понимают о том, что мы люди, которые должны соблюдать действующее законодательство, соблюдать другие нормативные акты. И нам сложно этот шаг сделать назад, потому что маховик уже запущен. Мы часто слышим от родителей, что вот тот самый статус СОП, о котором много говорится и сейчас, постыдный. Но именно этот промежуток – хороший шанс для самих же родителей. Дело в том, что так называемый статус СОП, в этом нет ничего страшного либо постыдного. Это всего лишь небольшой период в жизни семьи, когда нужна поддержка, понимание, возможно, какая-то материальная помощь, психологическая помощь. Это время, когда рядом с этой семьей должны быть кто-то более взрослый, возможно, психологически более взрослый, более ответственный, который подскажет, поможет и направит. Я бы хотела поддержать Евгения Геннадьевича по поводу тех моментов, которые есть. Не всегда семья СОП – это люди, которые злоупотребляют спиртными напитками либо ведут какой-то социальный образ жизни. И не всегда только с этими семьями нам приходится работать. Очень часто бывают случаи, когда семьи достаточно благополучны, материально обеспечены, имеют определенный статус в обществе, но, к сожалению, дети в этих семьях остаются одинокими. Мы постарались решить ряд проблем, которые связаны с социальным сиротством. Уменьшилось количество тех детей, в отношении которых родители лишаются родительских прав. Ну и самое главное – то, что ответственность этих родителей, то, что эти граждане, которые лишены родительских прав, они работают и возмещают средства государству, которые затрачены на содержание этих детей. Итак, уважаемые гости, сегодня в студии на Пушкино-8 мы говорили о работе в интересах детей, начиная от конкретно взятой семьи до общественности в целом. Время подводить черту в этом разговоре. Татьяна Николаевна, вам слово. В завершение мне бы хотелось еще раз все-таки акцентировать внимание на том, что ключом к решению проблем у детей, как у подростков, так и у детей раннего возраста, конечно, это готовность родителей слышать своих детей. Это стремление их участвовать в решении проблем у их детей. И мне кажется, это залог успешного будущего. Виктория Анатольевна. Ну, я, наверное, хочу высказать благодарность, конечно, нашим подросткам, которые здесь сегодня с нами, в принципе, нашей замечательной молодежи, которая активно развивается, участвует в процессе принятия решений взаимно. И хочу сказать, что, конечно, все, что мы делаем в республике в партнерстве как бы с государственными органами, огромная роль принадлежит и общественным организациям, и нашим партнерам на сегодняшний день из частного бизнеса, банковской системы. Скажу только буквально два слова, что у нас проект «Семья каждому ребенку» реализуется совместно с Приорбанком. И огромное как бы на себя обязательство и работу делает отделение Приорбанка, конкретно в Гомельской области. Сегодня вопросы насилия, профилактики насилия в отношении детей, профилактики насилия, кибернасилия в интернет-пространстве решаются совместно с компанией МТС. И многое-многое другое. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем наше партнерство будет только укрепляться в интересах детей. Евгений Гнатьевич. Ну, хочу сказать, что я в лишний раз убеждаюсь в том, что у нас прекрасные дети. Я хочу быть уверен и надеюсь о том, что у этих детей в дальнейшем будут прекрасные, заботливые родители. Я думаю, что они таковы и есть. А то, что происходит иногда, это просто недоразумение. Ну и повод задуматься каждому. И повод задуматься. И я думаю, что все-таки в нашей области, в нашей республике, как можно меньше будет вот этих недоразумений, которые происходят в нашей жизни. Лена Ивановна, вы сегодня неоднократно говорили в разной форме один и тот же тезис «Любовь спасет мир». Я так понимаю, что это ключ практически ко всем дверям. Абсолютно. И мне бы хотелось завершить эту мысль обращением ко всем взрослым нашей республики. И не только нашей республики. Дорогие взрослые, любите детей такими, какие они есть. Поверьте, они сразу же ответят вам взаимностью. И у нас ни у кого не будет проблем. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю за участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова